Алейкум и рахматуллаху и бракатуллаху, уважаемые братья и сестры. Помилцы Всевышнего Аллаха, субхану ва та'але, мы собрались с вами сегодня опять, альхамдуллах, на этот урок, на Аль-Куран, фи Рамадан, вместе с Кураном, вместе с Рамадан. Просим Всевышнего Аллаха, субхану ва та'але, чтобы Аллах, субхану ва та'але, дал нам пользу из того, что мы слышим, и дал нам возможность, иншаллах, действовать из того, что мы берем из этих знаний, именно в своей жизни практиковать аяты священного Курана. Я прошу Всевышнего Аллаха, субхану ва та'але, чтобы мы с вами были из мин ахлил-Куран, из людей Курана, а ладзин хум ахлюллахи ва хасату. Это те люди, которые приближенные люди к Аллаху, субхану ва та'але, смейство Всевышнего Аллаха, субхану ва та'але, приближенные к Нему люди. Сегодняшняя ая, возьмем аят, иншаллах, из суры Али Амран, со 102 аята по 108 ая. Со 102 аята по 108 ая. Вначале зачитаем эти аяты, иншаллах, а потом уже постараемся их с вами разобрать. а ая Eightшие аяты, breaks, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Есть обращение к пророкам Есть обращение к другим пророкам Есть обращение к посланнику Аллаху Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому обращение бывает разных видов Здесь обращение ко всем мусульманам Ко всем верующим И это мы сказали Обращение чести Обращение почета Аллах Субтитры обращается к нам с вами Как к верующим И здесь когда Аллах Субтитры обращается К нам и говорит О верующие Отсюда мы хотим Понять важность обращения Всевышний Аллах Субтитры сам к нам обращается Творец наш создатель И после обращения есть Или повеление Или приказ Или побуждение к чему-то Всевышний Аллах Субтитры говорит Бойтесь Аллаха искренней богобоязненности Бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью Бояться Аллах Субтитры Истинной богобоязненности Это когда мы верим в Аллаху Субтитры Когда человек верит в Аллаха И не предаёт Всевышний Не предаёт Всевышний Аллах Субтитры И не быть неблагодарным Это искренне, истинно Богобоязненным быть Это бояться Всевышнего Аллаха Субтитры и отдаляться от запретных То есть Восполнять то, что Аллах Субтитры приказал И оставлять запретно Вот это есть основное Ахлюль Айн, как говорят, основные вещи о богобоязненности. Некоторые ученые говорят, что этот аят стал мансухом, стертый, другим аятом в сурате Тагабун, где Всевышний Аллах сказал Бойтесь Аллаха так, как вы можете. Здесь Всевышний Аллах в этом аяте говорит Бойтесь Аллаха искренним богобоязненностью. А в другом аяте Всевышний Аллах сказал Бойтесь Аллаха по мере возможности. Некоторые говорят, что этот аят, бойтесь Аллаха по мере возможности, стирает этот аят в своем понимании. Но однако большинство ученых говорят, нет, это не так, а дают следующий тавсир и говорят, что Богобоязненность бывает двух видов. Первая богобоязненность в сердцах и вторая богобоязненность в делах. Поэтому, что касательно в сердцах, этот аят указывает на Бойтесь Аллаха искренней богобоязненностью, истинной богобоязненностью. Имеется в виду Амали-кулуб, что есть дела сердец? Аль-иману биллах, вера в Аллах, таваккулу ана Аллах, полагаться на Аллаха, ар-раджа, надеяться на милость, аль-хауф, бояться Аллаха, бояться его наказания. То есть все, что связано с сердцами, именно поклонение сердцами, это имеет место быть в этом аяте, бойтесь Аллаха искренней истинной богобоязненности. Что касательно того аята, фатта куллаха мастатаатум, бойтесь Аллаха по мере возможности, это имеется в виду, бойтесь Аллаха по мере возможности своим телом, своими делами. Приведем пример. Например, человеку тяжело стоять во время намаза, по болезни, или по возрасту, тяжело стоять. По мере возможности, сколько он сможет, например, в намазе он стоит, если ему уже потом тяжело стоять, он садится и сидит, продолжает читать. Вот здесь вот уместно ая Аллаху, где Всевышний сказал, бойтесь Аллаха по мере возможности, имеется ввиду в делах, в деяниях, своим телом, своим действиям. И дальше Всевышний Аллах говорит, и не умирайте, здесь нун в конце стоит, именно для конкретизации, для усиления, и не умирайте, кроме как будучи мусульманами. То есть, имейте ввиду, если по-другому сказать, не вздумайте умереть не мусульманами, не покорными Всевышнему Аллаху. Если взять его сразу так, аклом, разумом, этот аят, люди могут что понять и сказать, типа, хорошо, мы умрем мусульманами, но пока смерть к нам не пришла, мы можем быть не мусульманами, жить как хотим, а потом уже перед смертью приняем ислам и будем покорными. Не это имеется ввиду, а именно имеется ввиду, что будьте на протяжении своей жизни мусульманами, покорными Аллаха и умирайте мусульманами. Почему? Потому что человек не знает, когда закончится его жизнь. Аллах в Коране говорит касательно смерти. Смерть к вам придет внезапно. Оттуда, откуда вы ее не ждали, она к вам придет внезапно, говорит Всевышний Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Также Всевышний говорит Где бы вы ни были, к вам придет смерть. Даже если вы будете в замке, в крепости прятаться, и там она к вам придет, говорит Всевышний Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Поэтому, даже помните, в каком-то году слухи ходили, вот такого числа будет конец света. И даже приходили люди в мечети, спрашивали, задавали вопрос, как вы думаете, будет или не будет? Я говорю, что? Конец света. Конец света будет. Яуму-ль-Кияма будет. Яуму-ль-Ахир будет. Последний день будет. Все уничтожится. Об этом гласит Священное Писание. Но однако, когда только знали Всевышний Аллаху Субхану Ва Та'Аля. Поэтому, даже когда спросил Джабраил в хадисе, достоверном Джабраиле, когда пришел ангел Джабраиле, пророку Мухаммаду, и спрашивал, то есть, расскажи мне, что такое Ислам, Мухаммад, расскажи, что такое Иман, что такое Ихсан. И когда задал вопрос, когда наступит судный день, на что пророк Мухаммаду ответил, тот, кого ты спрашиваешь, не больше знает об этом, чем тот, кто спрашивает. Имеется в виду, что ни ты, ни я не знают, я Джабраил, когда наступит судный день, только Аллах Субхану Ва Та'Аля знает. Не ты, ни я, Джабраил не знают, когда будет судный день, только Аллах Субхану Ва Та'Аля знает. Поэтому, одна из пяти вещей, которые, ульму-ль-Гайб, которые знают только Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля, у него знание о часе, имеется в виду о судном дне. А то, что наступит, в этом ля ра и ба фи, в этом нету сомнения. Но однако при этом, даже, например, там человек, например, если думает, когда-то это будет наступить через сколько-то лет, там судный день, у никого из нас нет гарантии, что для нас с вами наступит час сегодня или завтра. То есть Аллах Субхану, когда ангел смерти приходит каждому из нас индивидуально, вот это и есть именно судный день. Именно отсюда начинается твой дальше уже как бы приближение к судному. Здесь твой экзамен жизни закончился, когда приходит ангел смерти. Поэтому Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит, не вздумайте умирать, кроме как, будучи мусульманами. Имеется в виду, живите по исламу, живите именно по религии Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та'Аля, и иншаллах тот, в основном тот, кто на чем жил, на этом и покидает эту жизнь. Тот, кто на чем жил, на этом и покидает эту жизнь. Потому что посланник Аллаха Субхану Ва Та'Аля сказал, тот, кто на чем жил, на этом и умрет. И тот, кто на чем умер, на этом и воскреснет судный день. Поэтому, Субхану Ва Та'Аля, когда смотришь, человек, например, бывает такой, а я буду грешить, я буду жить как хочу, а в конце перед смертью скажу, ля иля ахи лаллах, и зайду в рай. Не так это просто. Аллах Субхану Ва Та'Аля просто не позволит сказать этому человеку, ля иля ахи лаллах перед смертью. Поэтому, Ибн Каим, рахмаллах, у него есть книга, очень такая, маша Аллах, более 300 страниц. «Аль-джавабу-ль-кафи» «Лимэн сээля ан-дава-э-шафи» «Аль-джавабу-ль-кафи» «Лимэн сээля ан-дава-э-шафи» То есть, ответ на вопрос, полный ответ на вопрос, тот, кто спросил вопрос исцеления. И это о чем книга вообще? Один человек задал вопрос, как излечить свое сердце, если я сильно влюблен в ту или иную девушку? И вот имам Ибн Каим, рахмаллах, ответил ему на этот вопрос. Бывают такие люди, которые все забывают, все оставляют, и полностью влюбился в ту или иную девушку, она не хочет выйти за него замуж, и он страдает. И как вылечить это сердце? Имам Ибн Каим, рахмаллах, ответил на этот вопрос и написал книгу. Который состоит из трехсот страниц. И там же он, некоторые истории вспоминают, что были такие случаи, когда человек не жил по религии Аллаху, и в конце смерти ему также приходит. Аллах не дает ему произнести то или иное слово, имеется в виду, «Ла Иллах, Иллах, Перед Смертью». То есть Аллах верующих укрепляет словом «Ла Иллах, Иллах, Иллах» в этой жизни и вечной, если человек поэтому жил. Но если он жил, не поэтому противоречил, то он скажет то, что обычно было на его языке. Поэтому, Субханаллах, даже в наши времена, когда, Субханаллах, один ехал на машине в Сауди и перевернулся, разбился. И, Субханаллах, ему подходит там уже, все, талькин делают, перед смертью уже он лежит и говорит, «Скажи, Ла Иллах, мусульманин». А он что? А он начал произносить слова, которые были в его кассете, на его диске, музыка. И, Субханаллах, «Видела ли смерть пьяных подобно нам?» И с этим ушел. Другой перевернулся, ему подбегает, говорит, «Скажи, Ла Иллах, он просит, дайте мне сигарету, чтобы закурить». Перед смертью хочет сигарету покурить. Вот поэтому разумом он понимает, что к Аллаху, Субханаллах, направляется. Но, однако, Аллах, Субханаллах, не позволил ему. Поэтому, тот, кто на чем жил, на этом и умрет. Как Мухаммед Аль-Хассан написал в своей книге, то, что один подошел к нему один мальчик и плакал, говорит, что мой отец умер. Мой отец умер. И на что он сказал, «Почему ты плачешь?» «Все мы умрем». Он сказал, «Я не плачу, что он умер, я плачу, как он умер». А как он умер, извините, лицом был в унитаз. Вот так умер, вырвало его, и так умер он лицом в унитаз. И он спросил мамы, чем он занимался. Мама заплакала и сказала, он занимался. Деньги давал под проценты и брал под проценты. Это он кушал и кормил семью. И на этом он и умер. Поэтому даже из своей жизни приведу пример. Папа, Аллах, Архаму. Последнее действие его было в намаз. Он был имамом на Магреб-намаз, когда проводил намаз в своей мечети в Ульяновске, который сам ее строил. Упал в намазе и все, больше в себя не приходил. Его мы забрали из мечети и уже обратно привезли мечеть на Джаназа-намаз. Но он всегда просил дуа, Аллаху, забери мою жизнь в намазе. Забери мою жизнь в намазе. Даже мама рассказывала, говорит, за несколько дней до его смерти видел ролик, как один умер в намазе. И он очень сильно расплакался. Говорит, какой счастливый человек. Поэтому то, кто на чем жил, на этом он и умрет, уважаемые братья и сестры. Поэтому вот это васия, вот это наставление, не умирайте, не вздумайте умирать, кроме как мусульманами, это наставление должно быть каждого отца для своих детей. Если возьмем, посмотрим в Кур'ан, вернемся в Сурат-Аль-Бакара, Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, Когда Якуб, алейсалям, уже чувствовал смерть, И тогда он обратился к своим сыновьям. Чему вы будете поклоняться после меня? А что они сказали? Мы будем поклоняться твоему Господу, Господу твоего отца. То есть Аллаху Субхану Ва Та'ля сказал, Иллаху Ва Хидану Ва Нахну Ляху Мусульмун. Одному Господу, и мы ему покорны. Поэтому также Ибрагим, алейсалям. Ибрагим, алейсалям. Ибрагим, алейсалям, сказал Якуб своим детям. О, мои дети, о, мои сыновья, поистине Аллах Субхану Ва Та'ля избрал для вас религию. И не умирайте никак, кроме как будучи мусульманами. После этого Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля сказал, И держитесь вместе за ветвь Аллаха и не разделяйтесь. Не разделяйтесь. Держитесь именно за ветвь Аллаха вместе и не разделяйтесь. Хабль в арабском языке. Хабль, веревка, переводится, да? Ветвь. Также называется ветвь и называется как договор. Именно договор с Аллахом Субхану Ва Та'ля, вот это вот Хаблюллахи и Матин, как сказал пророк Мухаммад Субхану Алейсалям, крепкая ветвь Аллаха, это Аль-Кур'ан. Это Кур'ан. Имеется в виду, о, верующие, о, мусульмане, ведь Аллах Субхану Ва Та'ля обратился к верующим, держитесь вместе за Кур'ан. То есть, имеется в виду, судите свои жизни, живите, касайте именно по Кур'ану, по Кур'ану. Не отдельно, как каждый, то есть, не имеется в виду то, что все вместе, то есть, вы отдельно все расходитесь, и каждый, пускай из вас живет в Куране. Нет, собирайтесь. Имеется в виду, что у мусульман должен быть должно быть единогласие. В словах должно быть единогласие, в действиях, а не разделение. Шайтан всегда хочет разделять. А Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, объединяйтесь, вместе держитесь. Совет Аллаха Субхану Ва Та'ля. Также Аллах в Кур'ане говорит, если вы в чем-то разногласите, вернитесь к Аллаху и к посланнику. В Кур'ан и Сунна. Поэтому на сегодняшний день очень много людей спорят и разделяются, и разделились. И посланник Аллаха Субхану Ва Та'ля сказал, что Тот, кто мне подчинился, он зайдет в рай, а тот, кто ослушался, тот будет наказан. То есть он из той группы, которая в Аду. Пускай Аллах Субхану Ва Та'ля всех нас ведет по прямому пути, иншаллах. После этого Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, и вспомните о милости Аллаха по отношению к вам. Вы были врагами по отношению друг к другу, и Аллах Субхану Ва Та'ля объединил ваши сердца, и по его милости, по милости Аллаха вы стали братьями. Вот здесь вот нас Аллах Субхану Ва Та'ля во многих аятах Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, поистине верующие братья. В хадисах сказано то, что мусульмане они братья, женщины по отношению друг к другу, они сестры. Здесь бы хотелось бы две вещи упомянуть. Здесь приказ идет и сразу запрет. Приказ на что? Держитесь вместе за ветвь Аллаха, за Коран, за религию. И второй запрет, не разделяйтесь. Не разделяйтесь. Это запрет разделяться. Дабы мусульмане не разделялись. Поэтому все айбадаты, все наши какие-то мероприятия проходят, намаз джумаа, салавату льджамаа, намазы джамаатам, хаджи, пост, когда мы вместе все соблюдаем пост, как пророк Мухаммад сказал, ваш пост, когда вы вместе начнете поститься, и ваш ифтар, когда вы вместе разговляетесь. Вот именно это нас призывает к тому, чтобы быть вместе, держаться джамаата. Поэтому пророк Мухаммад нас назвал аглю сунна вальджама то есть джамаат вместе и вспомните о милости Аллаха по отношению к вам, вы были врагами и Аллах объединил ваши сердца и вы стали братьями, и другое что я хотел посмотреть именно вот напомнить нам всем то что брат о мой брат, брат это великое слово на сегодняшний день братья бывают несправедливы по отношению друг к другу хак не отдают, который Аллах Субхану Атаху он может ему в лицо обманывать и тут улыбаться и говорить о брат мой, а сам идти подлое что-то для него делать или например там брат и с ним ругается не ведет себя как достойный брат поэтому брат это великое слово и этому слову брат нужно быть соответственным, стараться в отношениях во время того, когда мы встречаемся во время того, когда мы приглашаем гостя друг в отношениях дуа дуа за своего брата делать поэтому, как говорили салифа салих есть времена, когда дуа принимается и салифа салиха говорили перед тем, как это когда это время начиналось перед тем, как за себя просить мы просили за своих братьев мы просили за своих братьев И уже, говорили саляф саляф, заканчивалось это время, и мы не успели за себя просить. Не успели себе что-то попросить у Аллаха, потому что все это время просили за своих братьев. Вот так вот, вот этим проявляется искренность. Поэтому, кто-то из нас, аль-хамдуллах, именно когда дружит именно вот это вот братство, ради Аллаха, это великое слово. Это не просто слова. Это не просто я, хи, я, хи, я, ухты, я, брат. Нет, а сам там, субханаллах, себя ведешь недостойно по отношению к своему брату. Именно нужно соответствовать действиям уважаемых братьев по отношению к нашим братьям. И вы стали помиловаться Аллаха братьями. И вам оставался один шаг до ада, до джаханнама. Всевышний Аллах, субханаллах, сказал, и я вас вывел оттуда, освободил вас оттуда. То есть, один шаг оставался вам, дабы вы попали в ад, но Аллах, субханаллах, спас вас от этого. Таким образом, Всевышний Аллах, субханаллах, разнесняет вам свои аяты, свои знамения. Может быть, лааллакум, может быть, вы пойдете по прямому пути. Всевышний Аллах, субханаллах, не сказал, иннакум ла тахтадун, поистине вы пойдете. Кто-то из вас примет, кто-то нет. Кто-то принял, себе только в пользу. Кто ослушался, только себе во вред. Сейчас историю, глубоко не будем уходить в историю, поверхность не вспомним. Этот аят был не способен по отношению двух кланов. Вообще, до ислама, если посмотреть, во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и салям, до того, как Аллах, субханаллах, не спослал Кур'ан, до того, как Аллах, субханаллах, дал откровение посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи и салям, именно арабы, они делились на кадаэль, делились на кланы, делились на племена. И всегда они воевали друг с другом. Всегда они воевали друг с другом. Постоянно у них войны были. И было два клана Аус, в Медине жили, и второй клан называли его Хазрач. Аус воль Хазрач. Этот ая был не способен по отношению к ним. Но хуком его на всех нас распространяется. Аус воль Хазрач, они постоянно, два клана, которые ненавидели друг друга, и постоянно друг с другом воевали. И была у них даже такая сильная битва, которая называлась Яуму-ль-Бу'аз. Яуму-бу'аз. И когда уже они приняли ислам, после того, как они, Всевышний Аллах, субханаллах, говорят, вы были врагами по отношению друг к другу, но Аллах, субханаллах, по милости вас настаивал на ислам, и вы стали братьями. Вот это вспомните, говорит Всевышний Аллах, субханаллах. После того, как они приняли ислам, был такой человек из Ахлюль-Китар. Звали его Шаас бин Кайс. Он начал им напоминать то, что произошло в день Буаза. Уже после ислама. Когда они уже приняли ислам, начал напоминать. То есть, твой отец убил его отца, твой дедушка убил его дедушку. То есть, начал специально стравливать. Поэтому вот такие вот люди, которые любят стравливать других братьев. Пророк Мухаммад сказал, когда проходил мимо могил, сказал, эти двое сейчас наказываются в могиле. На что сказал, один из них не очищался от Наджаса. А второй из них ходил с намимой. Намима это, когда берет человек слово от одного и берет и доносит до другого. Говорит, вот этот про тебя так сказал. И потом берет и от него туда ему доносит и их стравливает. Напоминает им плохое. Наоборот, мусульмане должен стараться. Пророк Мухаммад не является обманом в трех вещах. Одно из положений, когда можно соврать, чтобы примирить братьев. Наоборот, пришел там, знаешь, два брата между собой, например, там поругались, там что-то не поделили. Ты пришел с хорошим менятом. Почему ты там с братом не общаешься? Он о тебе вот так хорошо думает. Потом идешь и ему говоришь, а он тебе хорошо сказал. И ты их стараешь применять. А это наоборот. Чааз бин Кайс начал напоминать им. То есть у вас были войны, вы забыли, что случилось в день Буаза. И тогда Всевышний Аллах, когда они хотели уже сражаться заново, вспомнили аям Джахилии, то, что было в Джахилии, хотели сражаться. И тогда Всевышний Аллах послал аяты, что это как остановить их. Пророк Мухаммад прочитал им эти аяты, что вспомните о милости Аллаха по отношению к вам. Вы были врагами. И Аллах сблизил. Вы стали мусульманами сейчас. Кровь по отношению друг к другу. Харам сейчас. Нельзя воевать. Харам. Вы братья. И Всевышний Аллах говорит, вам один шаг остался, дабы попасть в ад, а Аллах оттуда вас вытащил. Имеется в виду, если бы началась битва, они бы начали, кто-то, кто между ними началась бы битва, кто-то бы умер, другой убил бы оба. Они, как сказал Пророк Мухаммад салаллаху алейхи салам, аль-катил, аль-мактюль, финнар. Тот, кто убил и кого убили, они оба в аду, если начинают врождаться, если начинается война, если даже тот, кто убил, ему ад. И того, кого убили, ему тоже ад, потому что он тоже начал воевать. Если бы не его убили, он бы его убил. И Аллах сблизил. И Аллах говорит, посмотрите, вам один шаг всего лишь. Если бы сейчас началась бы война, началась бы битва, вы бы начали бы убивать друг друга, вы бы были бы оба в аду. Но Аллах оттуда вас вытащил посредством этого Кур'ана. До этого, говорит, держитесь вместе за Кур'ан. Таким образом, Всевышний Аллах субхану ва-та'але разъясняет вам свои знамения. Ла'лякум тахтадун. Может быть, вы пойдете по прямому пути. После этого Всевышний Аллах субхану ва-та'але сказал, валь-такумминкум умна. Пусть из вас будет такая умна, такая община. Самая лучшая из общин община пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалям. Как Аллах субхану ва-та'але дальше сказал, кунтум хайра умнатин. Вы стали лучшей из умам. Самая лучшая из общин. Эта умна, для этой уммы пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалям отдельно будет дверь в рай. Через другие двери будут заходить из уммы пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассалям и из других общин. Но отдельная дверь в раю будет только для уммы посланника, салаллаху алейхи ва салям. Как сказано в хадисе, ахлюль джанна миа ва аиширина сав вообще обитатели рая в общем количестве 120 рядов. В судный день 120 рядов будет обитателей рая. Мин хум самануна, мин уммати Мухаммадин, салаллаху алейхи ва салям. Из этой 120 рядов, 80 рядов из уммы посланника Аллаха, салаллаху алейхи ва салям. Дай Аллах, чтобы мы с вами были в этих рядах в судный день. Умма, также переводится это это то, за кем следует. Он может быть даже один человек, может быть уммой общины. Как Аллах, субханаллаху ати'алья, касательно Ибрахима алейхи ва салям, сказал, инна Ибрахими кана умма. Поистине Ибрахима алейхи ва салям был уммой. То есть один человек, как община. За ним следовали люди. Поэтому, субханаллах, умма, посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, как указывает на один, и указывает на множество человек, но все в итоге это одно целое. Умма, посланник Аллаха, это одно целое. То есть мы с вами, это как одно строение, одно целое перед Всевышним Аллахом. Я дууна илл-хайр. Будьте такой уммой, который призывает к благому. Вая муруна бильмаруф. Призывает к одобряему. Вая нгауна алил-мункар. И запрещает порицаемое. Вот здесь вот это касательно да'вата, касательно призыва. Если до пророка Мухаммада, салаллаху алейкум, мукаллаф бид-да'ва, именно приказано было призывать только пророкам, посланнику, то в умме посланника Аллаха, салаллаху алейкум ассалям, каждый из нас именно будет отвечать за то, что призывал ли он к пути Аллаху или нет. На каждом из нас, уважаемые братья и сестры, лежит ответственность призывать к Аллаху, субхану ва-та'але. Призывать ко Всевышнему Аллаху, субхану ва-та'але. Я муруна бильмаруф. Призывать к благому. И отзывать от притсаемого. Но, и Всевышний Аллах, субхану ва-та'але, говорит, и те, то есть вот эти вот качества, если есть, они муфлихун. Муфлихун – это те, кто нашли успех в этой жизни и вечной. Фалах. Фалах – это имеется в виду успех в этой жизни и вечной. То есть и в этой, аль-хамду-ля, они в успехе и вечно, они увидят плоды этого, иншаллах, то, что они делали, призывали к благому. Призывает я дууна ляль-хайр ко всему хорошему. А все благо – это все то, что не противоречит шариату, все то, что не противоречит Курану и Сунне. Во время да'вата, во время призыва должна быть мудрость. Аллах в Коране говорит. Призывайте к пути Всевышнего Аллаха с милостью, с мудростью. Поэтому иногда, например, ты видишь, то есть нельзя, например, делать призыв, например, если ты видишь что-то, например, твой брат делает неправильно, и специально перед людьми там сказать ему и поправить в чем-то. Это может быть ему навредить. Нужно наедине ему это сделать. Когда увидел, отошел, отозвал, брат вот так вот так, тут вот ты как бы неправ. Это было такое тоже во время Ахмад бин Ханбаля. Ахмад бин Ханбал, он был один из основателей Мадхаба, четвертый Мадхаб, Ханбалийский Мадхаб. И также он был мухаддисом, ученым в области хадисов. С ним был его друг Яхья бин Маин. Яхья бин Маин. И один раз они оказались в Ираке, в Ираке, в мечеть Арусафа. Попали туда на намаз, прочитали за имама намаз в мечеть Арусафа. Их все знали. То, что есть такой ученый в области хадисов, как Ахмад бин Ханбаля и Яхья бин Маин. Самые такие два великих ученые были. Но раньше не было уасяель, то есть не было, значит, телефонов, видеокамер и так далее. Никто их на лицо не знал. И была одна из групп, такая, которая говорила хадисы и продавала это за деньги. И придуманные хадисы рассказывали. Рассказывали придуманные хадисы за деньги. И встал Факам Раджалю. И встал один человек и начал рассказывать хадисы. Перед тем, как он начал рассказывать хадисы придуманные, он начал со слов «Хаддасани Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин». Рассказал мне Ахмад и Бин Хамбал и Яхья и Бин Маин. И начал рассказывать эти хадисы. Придуманные. И когда он начал рассказывать эти хадисы, они друг на друга смотрят. Ахмад бин Хамбал смотрит на Яхья и Бин Маин и спрашивает «Хаддас Тагу бьяди ла хадис? Ты ему рассказывал эти хадисы?» Он сказал «Ла, нет». «Быля анта хаддас Тагу? Ты ему рассказывал?» Яхья спрашивает Ахмада. «Ты, может быть, ему сказал. Я не рассказывал эти хадисы. Вообще я не знаю эти хадисы. Смотрите. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, сказал. Поясни, тот, кто обо мне лжет, пусть он не думает, что по греху, как будто он лжет о ком-то другом. Тот, кто обо мне умышленно солгал, соврал, ему уже уготовлено вместо в аду, в Джаханнаме. То есть, это не игрушки, это такое серьезное. Даже несмотря на это, Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин, два ученых, они не встали и не начали на него кричать. Что ты обманываешь и так далее. Как он закончил? Подошли к нему. И еще раз переспросили. Кто тебе рассказал эти хадисы? На что он ответил. Мне рассказал Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин. Тогда Ахмад говорит. Я Ахмад, а это Яхья. Мы тебе не рассказывали эти хадисы. Смотрите, вот здесь как он соврал этот человек и говорит. А вы что думаете? Это зунун. Вы думаете, что вы только одни, что ли? Ахмад бин Хамбал и Яхья бин Маин. Я клянусь Аллахом, я встречал в жизни 17 Ахмад бин Хамбал и 17 Яхья бин Маин. Вот так он вышел из этого положения. Еще больше начал врать им. Даже его лицо. Как говорят же, не стыдится даже, когда врет. Не краснеет. Но на что хотелось бы обратить внимание. Даже при этом есть адап. Во время призыва есть адап. Есть именно поведение. Как правильно призывать. Поэтому, когда я заканчивал учебу в Риаде, у нас был один шейх, очень такой сильный по Ахиде. Известный он. Его зовут Ибрагим Аль-Фарис. Он на диспуты во все страны ездил. С фирак, с разными сектами диспуты проводил. То есть, такой грамотный очень шейх. И когда я говорю, дай насыхат какой-то. То есть, как дарва делается? Как, с чего начать, когда ты видишь? Он говорит, на сегодняшний день, в Аллаху Алим, он мне такой дал совет. Алхамдалю, я хотел бы с вами тоже поделиться. Говорит, запрещай прицаемое и не призывай к дозволенному. То есть, не побуждай к дозволенному. Не побуждай тому, что нужно делать к благому. Не побуждай к благому, а отзывай. Отзывай от мункера, от плохого. Я говорю, как? Говорю, у нас же Аллаху Субхану Ва Та'ля. Нет, наоборот. Вот, призывай к благому, но не отзывай от мункера, не отзывай от плохого. От прицаемого не отзывай, а призывай к благому. И когда я спросил, как Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля сказал же, мы должны призывать к благому и отзывать от прицаемого. На что он сказал, я тебе и свои жизни приведу пример. Один раз я иду в мечеть, и смотрю, ребята молодые стоят и курят. И я начал свой джават не с призыва, а с запрета. И сказал, что вы тут стоите? Субхану Ва Та'ля. У нас люди читают, не боитесь ли вы Аллаха Субхану Ва Та'ля, давайте выкиньте свои сигареты, пойдем молиться. Они говорят, как курили, дальше курили там, махнули на меня и все. На сегодняшний день есть такие, знаете, которые, Аллах в Коране говорит, однако вы не любите тех, которые дают вам насыщать. Поэтому человек не любит иногда, когда ему что-то запрещают. И он думает, что его обучает, что он умнее меня, что ли, или нет. И это бывает тоже в том, кто призывает, ошибка такая, когда он ему начинает с запрета. Друг попробовал, говорит, я другой путь, с призыва, не с отзыва от плохого, не с запрета, а призывать к благому. Стоят эти же люди, и я подошел к ним после намаза. И сказал, братья, саляму алейкум, машаллах, наши соседи, как вы? Они стоят, курят, но я сделал вид, что не заметил. И говорит, он так взял сигарету один, тихонечко так отпустил и аккуратно ее ногой начал топтать, тушить. И я им говорю, а я сделал вид, что как будто не заметил, хотя там они сами понимают, что я заметил, но на это не обращаю внимания и не запрещаю им. Говорю, пойдемте к нам, чай попьем. Домой пригласил к себе. Посидели, чай попили, аль-хамдалля, поговорили, а потом азан на, айшанамаз, на ночную молитву. О, намаз, пойдемте вместе, все-все пойдем. И так они начали ходить в мечеть, аль-хамдалля, и молиться. Поэтому иногда, там, если мы, например, там, конечно, там, если отец своим детям, и тогда увидишь что-то прицаемое, и он запрещает, даже дети бывают иногда сопротивляются. Папа, что ты там делаешь? Хотя они такие грехи не делают, но что-то, если они делают такое неправильное. А если ты его начинаешь призывать, то, аль-хамдалля, он принимает это. И он идет, ему нравится, как бы, и он начинает это любить. Но в основе мы должны понимать то, что у нас мы та умма, которая призывает к благому, и отзывает от прицаемого, запрещает прицаемого. И эти люди, те, кто уфлехун, те люди, которые добились успеха в этой жизни вечной. Дальше Всевышний, Аллах Субхану и Та'аля нам говорит, И не будьте подобны тем, которые разделились и стали противоречить друг другу после того, как пришли им знамения. То есть нам, уважаемые братья и сестры, в чем нужно разногласить? Что мы должны делить? У нас есть Кур'ан, книга Аллаха Субхану и Та'аля, и у нас есть Сунна. Если мы в чем-то разногласим, мы должны вернуться в Кур'ан, и в Сунну, и вопрос закрыт, и все. А бывает, когда человек начинает спорить, тогда, Субхану Аллаху, ему начинаешь, вот недавно, один ко мне обратился и задал вопрос по Шари'ану. У него был спор с другими. Он говорит, кто, начал вопрос, кто прав, я или он? Я, говорит, вот так говорю, а тот, говорит, вот так. Хотя вот того я не знаю, этот у меня близкий человек. Я говорю, ты не прав, брат. Говорит, ты меня по-братски спросил, я тебе говорю, и привожу ему хадис. И он начинает спорить, говорит, почему, почему, и начинает включать свою, знаете, эмоции свои, начинает включать свои мысли, свой разум. Я вот так вот всегда, с детства вот так делали. Я говорю, брат мой, ты сейчас что хочешь у меня? Спросить, именно ответ на твой вопрос или ты хочешь вступить в спор? Я с тобой спорить не собирался и не хочу. Ты спросил, я тебе не от себя сказал, я тебе привел Далиль из Кур'ана и Сунны. А ты мне говоришь, потом я говорю, брат, ты что хочешь, чтобы я сказал, да, ты прав, а хадис недостоверный, ты что хочешь от меня получить? После, через несколько, когда мы вот так, потом он перезвонил, говорит, у меня вот в этот момент как бы упрямство бывает такое у человека, знаете, когда он уже понимает, что он не прав, еще больше начинает упрямиться, злиться и так далее. Вот мы такие не должны быть. Мы должны возвращаться на Кур'ан и Сунну. Всевышний, Аллах Субхану Аталий говорит, не будьте подобны тем, которые разделились и противоречили друг другу после того, после того, как я не спосдал Сунну, после того, как у вас есть знамение перед вами, вернитесь в Кур'ан Сунну и все, и закройте вопрос. И Всевышний, Аллах говорит, и Всевышний, Аллах Субхану Аталий здесь пояснил, вот таким людям, упрямым, которые разделяются, вместе не бывают, то есть не возвращаются на Кур'ан Сунну, им уготовлено сильное наказание. Азаб, наказание Азим, великое в Судный день. Дальше после этого Всевышний, Аллах Субхану Аталий расписывает, какое наказание. И нам рассказывает о двух группах людей. Всевышний, Аллах Субхану Аталий говорит, в тот день, сейчас уже описание Судного дня. Люди разделятся на две категории, на две категории. Одна категория Табьял Ду Вуджух, их лица будут светлыми, белыми, светлыми. Вторая категория Тасвад Ду Вуджух, лица их будут темными. Судный день, уважаемые братья, и сестры, юкша фульгатва. Судный день, покрывало, которое Аллах скрывал в этой жизни, оно будет открыто. Судный день, все будет понятно. Судный день, вся твоя жизнь перед тобой. то, кто с пылинки сделал благого, он увидит, кто с пылинки сделал плохого, он тоже увидит. И самое первое, как говорят ученые, будет это понимание, где человек будет в аду или в раю, будет написано на их лицах. Одна категория людей светлые будут лица по двум вещам. по двум вещам будет светлые лица. По нуру, по свету, который человек заработал в этой жизни. Через поклонение, через веру. И через сурур вальфарах через именно фарах сильная радость, которая ждет его впереди. Райская обитель. То есть, когда он поймет, что он из обитателя рая, то, что он будет понимать это, и из-за этого его лицо будет сиять. Светлом будет из-за радости, то, что он из-за аль-джанна, из-за обитателя рая. Пускай он дала, чтобы мы с вами были из-за обитателя рая. Из-за нура будет понимание его светлое, вот эта лика будет светлым сиять из-за нура, из-за света, который он заслужил, и из-за радости, которая его ждет впереди. В-джанна, в вечной ирайской обители. Вторая категория, вторая группа людей, их лица будут черные, темные. Из-за что? Из-за их грехов, которые они совершали в жизни, из-за их неверия, и из-за их хозын, из-за их печаль, которая ждет их впереди. Ад. Уль-Айаду Билля. Пускай Аллах защитит нас всех от этого. Поэтому Аллах в Коране сказал, будут лица мусфер радостные, смеяющие, сияющие, радостные. И будут лица также темные, грустные, печальные, это неверующие и грешники. Говорят, Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля. Потом Всевышний Аллах Субхану Ва Та'ля объясняет нам, после этого сказал, как две группы людей, у одной группы будут лица белые, светлые, сияющие, у другой группы будут темные. Здесь Аллах Субхану Ва Та'ля пояснил бешак лаам, то есть в общем, после этого идет тавциль, как ученые говорят, разъяснение, кто же это такие, кто же это такие, чьи лица будут темные и кто же они такие, чьи лица будут светлые. Аллах Субхану Ва Та'ля говорит, касательно тех, чьи лица будут темными, печальными, Аллах задает им вопрос, здесь хамза, хамза аль-истивхам, то есть вопросительная хамза, а кафартум ба'да иманикум, вы не уверовали после имана, после веры, то есть вы стали неверующими после веры, вкусите наказание за то, что вы не уверовали. Вот это вот, задается вопрос, вы стали неверующими после веры, какая же вера была до этого и потом они стали неверующими, здесь мы должны вернуться к акуаль улема, вернуться к мнениям ученых. Одно из мнений, говорится то, что те люди, какая же вера была, а потом стали неверующими, это та вера, когда мы были в аэлеме арвах, когда мы были в аэлем, в мире арвах, душ, в мире душ, как Аллах в Коране говорит, не я ли ваш господь, все сказали, все души сказали, да, мы свидетельствуем об этом, дабы потом уже, в судный день, не были спрошены, то, что мы об этом не знали. Аль алям аль арвах, вот это измерение душ, когда мы все там были с вами. На этом мнение у бейбни кааб. Другое мнение, имеется ввиду, стали неверующими после веры, некоторые ученые говорят, это касательно мунафиг, касательно лицемеров, потому что их вера, она на обложке, так скажем, поверхностно, а не вере внутри. Другая же категория людей сказали, это те люди, которые были верующими во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и отреклись от веры после его смерти, когда стал халифы Абу Бакар, оттошли от веры. И другая категория сказала, это касательно яхудов, которые они ждали пророка, и когда уже поняли, что пророк не из их числа, а из арабов, и они не поверили, не взяли этот путь, путь ислама. Но больше всего джумхур, уляна, большинство мнений ученых ссылаются на то, что это касательно кого? Касательно первого мнения, когда все были фиалем аль-аруах, когда были в мире душ, и когда все до единого верили. Почему? Потому что аль-ай-амма, потому что ая касательно всех, ни к какой-то определенной категории, ни к мунафикам обращения, ни о них говорится, ни о той, тех людей, которые были во время Аубакра, а именно о всех. Поэтому это первое мнение это самое достоверное касательно этого. Всевышний Аллах сказал, вы не уверовали после веры, вкусите же наказание за то, что вы были кафирами, за то, что вы стали неверующим. А что касательно тех, чьи лица лика будут светлыми, то они в милости Аллаха они там пребудут вечно. В милости Аллаха ученые говорят рахмахуна аль-джанна, рахмахуна аль-джанна, имеется ввиду здесь рахма, милость, это имеется ввиду, милость имеется ввиду, джанна, рай, именно рай. Поэтому, уважаемые братья и сестры, здесь физикр во время упоминания Всевышний Аллаха начал с кого? С верующих. В этот день будут лица сиять светлыми и темными. Когда Аллах упоминал, начал с верующих. Те люди будут, одна категория людей, лица их будут светлыми, у другой категории будут темными. А когда тавсиль, когда уже разъяснение, начал с тех, с неверующих, с тех, чьи лица будут темными. А потом уже Аллах после этого упомянул их положение тех людей, у кого будут лица сияющие. Это, чтобы было понимание, в основном в Кур'ан так он приходит. То есть упоминает одну, вторую и потом начинает с этих, а потом этим заканчивает. В основном в Аятах вот так вот приходит именно хитаб, Иляхи, именно обращение Всевышнего Аллаха в упоминание Всевышнего Аллаха в Субхану Ва Таалине. Если он что-то упомянул, первое, потом второе, то разъясняет в начале второе, потом первое. Поэтому Аль-Джанна это последнее для верующих человек, это последнее место пробивания. Они там вечно пробудут. Как сказал Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ассалям, Аль-Джанна он не будет грустить. Вечно будет там и не умрет. Их молодость она никуда не уйдет, постоянно будут молодыми, их одежда никогда не испортится. дай чтобы мы с вами были из обитателей рам. После этого всего Всевышний Аллах сказал поистине только те аяты, все то, о чем сейчас Аллах рассказал, это знамение Аллаха, которое мы читаем тебе истинно. Бельхак с истиной. То есть, это не какая-то придуманная история. Я Мухаммад. Это не что-то такое, это истина, это аяты Аллаха, это случаи из жизни Аллах Хазрач. Это как бы Аллах хочет нам показать на серьезность этих вещей. Возьмите это искренне, поймите это. Задумайтесь об этом. Мы тебе читаем эти аяты Бельхак с истиной, с искренностью, с истиной. И Всевышний Аллах не желает притеснения для миров. То есть, если даже неверующий человек, он сам себя притесняет. Аллах в Коране говорит поясни широк многобожие язычество, великие зульм, великое притеснение. Аллах Никого никогда не притеснял, не притесняет. Аллах в Коране говорит Я их не притеснял, они сами себя притесняли. Также Аллах в хадисе сказал Я Ибады возвращается все. Все дела, все действия возвращаются к Аллаху субхану в Коране. Спасибо с вами, уважаемые братья и сестры. А кто свои деяния застанет иными, то есть, имеется ввиду плохими, дурными, пусть никого не судит, ни на кого это не сбрасывает, не скидывает, не обвиняет, кроме как самого себя. Кроме как самого себя. Аллах никогда не притеснял Твой Господь никогда никого не притеснял. Уважаемые братья и сестры, это то, о чем я сегодня хотелось бы рассказать. И вот, опять же, возвращаясь на аят и не умирайте, кроме как будучи мусульманами, самая великая милость вообще, которую человек может получить. Кто-то говорит, например, я там скажем, закончусь университет, кто-то говорит, я хочу выучить Коран, кто-то говорит, я хочу выучить побольше хадисов, кто-то говорит, я хочу сделать побольше благих дел, кто-то говорит, я хочу то или иное, кто-то хочет себе большой дом, кто-то хочет хорошую машину, это тоже все из милости Всевышнего Аллаха, но самая великая милость, это первое, то, что мы, аль-хамду ля, в исламе, то, что мы с вами получили, и которые еще великая милость, которая предстоит и дала, чтобы мы это с вами заслужили, это аль-намута аля-ли-ислам, умереть мусульманами. Самое, что великое для себя можно попросить раб у Аллаха, астабата аля-ддин, чтобы Аллах укрепил нас с вами на своей религии. Когда пришел, когда Якуб алей-салям потерял своего сына Юсуфа, вы знаете историю про Юсуфа алей-салям, сколько он долго ждал, столько плакал, ослеп, и когда уже принесли рубашку ему, Башир, когда вот это, тот, кто его обрадовал, принес когда кинул ему рубашку Юсуфа алей-салям, и он открыл глаза, он задал вопрос, сказал то, что понял, что Юсуф алей-салям не умер, то, что он живой, и почувствовал его запах, и тогда он спросил, то есть это уже для него милость, его самый из любимых сыновей его был, Юсуф, и когда он так его ждал, так уж столько он страдал, столько он переживал за него, и когда понял, что он жив, аль-хамду-ля, не мертв, он задал вопрос тому, кто кинул ему рубашку и сказал, на какой религии ты его оставил, то есть он все это время был, я его не видел, на какой религии он жил, на что он ответил, он был на исламе, на покорности Аллаху, тогда Якуб сказал, вот сейчас милость, она полная, если просто, как бы он был жив, это милость сама по себе, но, аль-хамду-ля, то, что он все это время был в исламе, сейчас милость, она усовершенствована, полная, поэтому более величия милости нету, чем та милость, дабы умереть на исламе, иншаллах, да, Аллах, субхану-ля, чтобы мы все, как сейчас являемся мусульманами, иншаллах, покорными, всевышным Аллаху, субхану-ля, верующим, чтобы мы, аль-хамду-ля, тоже умерли и покидали эту мирскую обитель в исламе, чтобы наши последние слова с вами были «Ла-илаха-иллах», чтобы последние действия были самые из лучших деяний перед Аллахом, субхану-ля-ля, чтобы самый лучший день был тогда, когда мы встретимся с Аллахом, субхану-ля-ля, получим свои книги и деяний в правую руку, откроют для нас врата рая и скажут «Удхулюль-джанна», «Удхулюль-джанна», входите в рай, «Ла-хауфан алейкум», «Валя-антум тахзанун», «Вы никогда не настигнет страх и никогда вы не будете печалиться». До новых встреч. Сейчас, иншалла, пойдем с вами читать «Ассалат таравих», «Намас таравих». Не забываем дуа делать друг за друга и за всю уму посланник Аллаха, салаллаху алейкум, саламу алейкум, арахмутуллах и баракат.